Привет, Таня. Привет. Добро пожаловать на мой канал. Спасибо за приглашение. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ты из Владивостока. Да. Расскажи немного об этом городе, где он находится. Владивосток — это город на востоке России. Многие иностранцы считают, что это Сибирь, но на самом деле этот регион называется Дальний Восток. Это морской город. То есть я не помню ни одного места в моем городе, откуда не видно море. Всегда его можно было видеть. И мне климат достаточно ярко выраженный, потому что у нас есть все сезоны. И люди считают, что достаточно холодно всегда летом и зимой. Но на самом деле летом достаточно высокая температура и влажность даже немного похожи на некоторые адианские страны. Вот смотри, я родилась в Северодвинске. Это недалеко от Финляндии. И между нашими городами 10-10 километров. Но мы с тобой говорим на одном и том же русском языке. Правильно? В Владивостоке нет какого-то акцента? Нет. Акцента как такого нет, потому что, во-первых, город был достаточно новый. То есть этот город был основан достаточно поздно. И, во-вторых, он был закрыт тоже. Да. И как в других регионах в России нет какого-то выраженных акцентов. Есть, конечно, языки народности, диалекты, но акценты, может быть, какие-то слова типичные для нашего региона. Удивительно, да? Хорошо. И для меня все это было новое, интересное, увлекательное. Поэтому мне было замечательно. Единственное, что, конечно, далеко от своей семьи и вдаля от семьи, друзей. Но тебя здесь приняли хорошо? Да. Замечательно, замечательно. Начала я в Париже. Потом я жила четыре года в Тулузе, на юге Франции. И сейчас мы в Париже. Отлично. Отлично. Ты замечательный преподаватель русского языка. Спасибо. Все, кто с тобой занимается, все в восторге. Я часто тебя рекомендую. Вы можете посмотреть контакты Татьяны в описании к видео. Но у тебя также есть страсть. Это пение. Ты певица, прекрасная певица. Скажи, пожалуйста, когда ты начала петь, где сейчас поешь? Да, очень часто я просто, когда ты начала, да. И все, во-первых, ожидают ответа. Я начала музыкальную карьеру в три года. И, кстати, я уже была на сцене. Да, да, да. И в десять лет я уже зачинила свою композицию. Нет, мне такого нет. Это не так. Так, расскажи. Это не так. Я думаю, в детстве, конечно, мне привели к музыке и к хорошей музыке, да. Потому что мои родители, да, всегда водили нас на концерты. Мои бабушка и дедушка были музыкантами филармонии, филармоническом оркестре. И мы всегда ходили на не только оперу, театр, спектакль, но и музыкальные концерты, классические музыки. Это, конечно, не отнять, но я никогда не заканчивала, знаешь, 7 лет русской, российской музыкальной школы, консерваторию. Нет. Нет, как-то все. В основном это были либо уроки, да, либо своими силами, так сказать. И в детстве это было достаточно хаотично. То есть, в принципе, когда я поступила в университет, в университете, кроме уроков и лекций, всегда есть культурные мероприятия, конкурсы, фестивали. И там я начала уже участвовать или даже организовывать, помогать в организации разных мероприятий, да, конкурсов, фестивалей, студенческих постановок. И в результате, да, была тоже победа на вокальном конкурсе, на французской песне. А какую песню ты пела? Какую песню ты пела, ты помнишь? Я исполняла одну из не совсем известных песен с Линьо, большой такой театральной постановкой. И я получила приз, поездку во Францию, в Эйксам Кумно. Да ты что, правда? Да, это было очень замечательно. Здорово. Приехать во Францию, да, как победитель конкурса, у нас там целая поездка была, под театром. Прекрасно, прекрасно. Это тебя еще больше вдохновило на пение и также на лучшее знакомство с Францией, наверное. Да, 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 конечно. А где ты сейчас поешь? Тоже в хоре и в солье тоже, да? Да, сейчас я активно пою в вокальном ансамбле Акапелла в Париже. И мы поем разные стили, музыку разных эпох, все Акапелла, то есть без музыки. И очень интересные программы всегда, тематические, поэтому мне очень нравится. И параллельно, да, я стараюсь организовывать новые концерты или какие-то тематические вечера. А где? В Париже, в Парижском регионе, да, и иногда в России тоже. Можно. Молос и дантил, игрок и фейтар, Л وہ-то пломжет в твои мире, Парсар, багар, пиэт, кабарет, В каком стиле ты падаешь? Если говорить об ансамбле, то стили у нас очень разные, потому что мы можем петь от современной музыки до средневековой, какой-то старинной музыки, поэтому это всегда варьируется и всегда очень интересно представлять публике. В одном концерте иногда разные эпохи. В свою очередь, когда это мои сотни концертов, больше музыкарическое пение, тоже как романтическая музыка, это мне подходит, и иногда могут быть русские концерты, только русские песни, в зависимости от программы. А на каких языках ты поешь? Мне кажется, я пела уже на многих языках. Я пела вплоть до венгерского, финского, китайского, но это было давно. Китайского языка? И болгарский, конечно, советский язык, английский, французский, испанский. Ну, отдельно, да? Да. И всегда очень трудно, но интересно, потому что сначала нужно привыкнуть к произношению, к подстановке, да, как люди произносят, потом к пониманию текста, потому что когда мы поем, мы не можем просто выучить как бы слова, да, или произношения, есть всегда акценты, фразирования, да, и нам нужно понимать, на каком слове сделать акцент, и поэтому мы должны понимать, что значит то или иное слово, поэтому у нас условный перевод всегда, и мы стараемся обникать. Так, а вы связываетесь с носителями языка, чтобы проверять произношения? Не всегда получается. Не всегда получается, но существует интернет, поэтому очень много записей, есть каналы, видеопедагоги или тоже руководители по бокалу, например, они предлагают произношения, и очень часто, да, мы связываемся с носителями языка, например, нужен нам британский акцент, и у нас есть вопрос, как же это произнести, и да. Серьезная работа. Да, да, да. Серьезная работа. А певцы, музыканты, у них есть большая легкость в изучении иностранных языков? Почему, если да или нет? Я очень часто это слышу, и, конечно, мне кажется, есть легкость, может быть, у музыкантов или певцов в воспроизведении произношения, да, здесь они слышат мелодию языка, они могут его легко воспроизвести. Возможно, благодаря этому тоже мне проще учить и слова, запоминать текст, потому что это профессия, которая связана с изучением текстов, да, то есть я не очень много наизусть, но я также встречала и музыкантов, и певцов, которые живя, допустим, во Франции, не совсем хорошо именно разговаривают, но есть у них отличная фонетика, но в бытовом уровне, грамматика, лексика не обязательно, но фонетика помогает. Да, фонетика помогает. А что такое вокальная фонетика? Потому что я видела, что ты специалист, можно сказать, по вокальной фонетике, что это такое? У меня есть, да, на самом деле, канал «Вокальная фонетика», где я объясняю произношение песен на разных языках, пока я сделала видео для русскоговорящей публики о французских песнях. Смотрите в описании. И что я заметила, это что люди очень часто, особенно в России, мы любим песни по французски, мы любим французскую культуру, французские фильмы, и люди поют французские песни от караоке вплоть до большой сцены, но не всегда произношение похоже на французский язык. И есть много каналов, где прописан русский текст, как караоке. И я подумала, что есть фиталисты, которые хотят именно проникнуться в произношение, в постановку, потому что это другая постановка речевого аппарата. Ага, чтобы не петь «Ой, шансы, лизы, шансы, лизы, осулить, а не ди». Нет, это ещё хорошее прохорошее. Нет, плохо получит. Звук «э» не существует в русском языке, но получить его достаточно легко. Достаточно произнести наше русское «е» с округлёнными губами. Попробуйте сами. «Е-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э» и у вас получится это. Ага. И да, и в результате я объясняю, то есть как французы ставят этот звук, а также как его долго пропеть, потому что, например, французский звук иногда есть в нос. Как его петь в нос, да. То есть очень трудно, если ты вокалист, стянуть какой-то звук в нос. Вот такие, да, я объясняю. В дальнейшем я бы хотела делать видео для французов о русских песнях, потому что есть очень много оперы, да, где французы поют Римского-Корсакова, да, и другие произведения классические. И я была на одном концерте, и я думаю, так, может быть, это русский, но русский я была не уверена. Ценный талант, целый навык. Я думаю, многим будет интересно музыкантам. Музыканты вообще изучаются в фонетику очень подробно, то есть у них есть курсы, уроки, а все-таки я использую консерваторию, поэтому для музыкантов очень важно правильно повторять звуки, да, поэтому... Здорово, здорово, как интересно. И скажи, пожалуйста, какие у тебя дальнейшие планы в связи с пением? Я видела несколько твоих клипов прекрасных. Вы посмотрите несколько фрагментов в Ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда, где? С удовольствием. С удовольствием. Да, действительно, ты права. У меня есть также видео авторских песен, да, где я исполняю песни на французском языке, да, и это действительно немножко такие клипы с мизанценной, где у нас есть много театральных. Сейчас, в данный момент, я готовлю сольный концерт-спектакль вокруг французской, испанской и латыно-американской музыки. Это будут элементы фламенко, элементы классической музыки, но есть элементы музыки тоже. Это будет 17 марта 2023 года. А это будет под аккомпанемент каких инструментов? Портепиано и гитары. Так, классическая гитара в Париже. В Париже. В будущем еще какие планы? Как я сказала, развивать канал, да, то есть показывать больше видео и объяснять больше преотношения. Будут другие песни, другие концерты, я думаю, продолжать мой вокальный коллектив, да, петь моим ансамбле, всегда новая программа, и я думаю, будет всегда интересно. Большое спасибо, Таня. Кстати, нас зовут обеих Таня, по-русски это называется тезки, там мы тезки. Если вам понравилось это видео, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь и смотрите ссылки на канал Татьяны в описании к видео. И пойте, потому что это большое счастье петь. Да, очень важно. Это хорошо для настроения. Не только для настроения, но и для погнавания культуры. Если вы любите русский язык, испанский язык, португальский язык, это поможет, мне кажется, узнать много о культуре, о стране, об эмоциях. Поэтому, да, это позволяет путешествовать. Изучайте русский язык, пойте в душе, на концертах, пойте всегда. Спасибо. Спасибо тебе. Пока-пока. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.